Массой проблем обернулось строительство новой спортшколы для жителей многоэтажки в Актобе. Дью США стали возводить год назад на месте старой спортивной школы. Люди рассказывают, от стройки сильно пострадал их двор. Рабочие буквально смели все на своем пути, а потом стройка и вовсе встала. Теперь жители не знают, кого призвать к ответу за разрушенный двор. Проблемой разбиралась Ольга Литвина. Старое здание спортшколы «Динамо» простояло в этом дворе более 40 лет. В прошлом году сильно обветшавшую постройку снесли и на ее месте стали возводить новую Дью США. Тогда и начались все проблемы, делятся жители. Тяжелая строительная техника буквально разрушила двор близлежащей многоэтажки. Сильнее всего пострадала детская площадка, жалуются люди. К слову, ее обновили всего пару лет назад. Они нам разломали полностью детскую площадку, не спрашивая разрешения. Въезжали сюда машины, подъемники, краны. Они езжали, все они нам разломали, все они вот туда поставили. У нас дети. Дети наши ходят, играют в чужой двор. Площадка в плачевном состоянии, как вы сами видите. Потом люки они после себя не убрали. Бабушки и дети спотыкаются, руки, ноги ломают. Потом забор постоянно падает. Сейчас ветра, холода пойдут, он еще больше будет падать. Мы сами его поднимаем. Возмущенные жильцы стали требовать восстановления двора, обратились и к местным властям. Но те, в свою очередь, лишь развели руками, говорят люди. Мол, все повреждения застройщик должен исправить сам. «Динамо» в прошлом году 1 сентября снизили. Они сказали, год ровно даем, 1 сентября мы построим. Вот они, после не было денег, они сказали, до 1 октября. 1 октября они все бросили. Ничего уже, второй месяц они ничего не делали. Никакие движения. Строительные же компании уверяют, от восстановления двора и не думали отказываться. Сейчас на объекте работа продолжается. Впервые данный вид территория будет проведена в ближайшее время. Местные депутаты также в курсе ситуации. Народные избранники заверили, будут контролировать все работы, вплоть до сдачи объекта. Мы уже через партию ОМОНОД задействовали наше управление. И в ходе встречи нам обещали, что до зимы сделают и все восстановят, где, получается, подрядчики испортили. Двор, детскую площадку. Это у нас под наблюдением всегда будет до восстановления. В управлении строительства сообщили, здание практически готово. Сейчас в школу заводят коммуникации и проводят внутреннюю отделку. В данный момент в здании проводятся работы по установке труб теплоснабжения. Устанавливаем позже, поскольку затянулся процесс согласования. Поэтому работы были временно приостановлены. Строительство новой спортшколы планируют завершить к началу декабря. В Акимате подчеркнули, все работы ведутся согласно графика. Новая Дю США распахнет свои двери уже к концу зимы, после оформления необходимых документов. Ольга Литвина, Нуркен Жалмухан, Astana Times, Актубе.